Второзаконие, глава 18. Второзаконие, глава 18. И придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть он не пользуется одинаковой частью, сверхполученного от продажи отцовского имущества. И огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили Тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк, подержитесь своей, не бойся его. Второзаконие, глава 19. 12. 13. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 19. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 29. дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто у тебя будет врагом ближнему своему, и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда, и придать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, который положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в каком-нибудь вине, или в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей, состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложный донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой, кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему. Второзаконие, 20 глава. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их. Ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Назиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. И когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча. Только жены, детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов всех, а в городах всех городов народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение. Не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, и Хитеев, и Амореев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Ивусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошая крестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Второзаконие, глава двадцать первая Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, и измерят расстояние до города, до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали, и которая не носила ярма, И пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколят там телицу в долине. И придут священники сыны Левина, ибо их избрал Господь Бог твой, служить ему и благословлять именем Господа. И по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред. И все старейшины города того, ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой эти лица, зарезанные в долине, и объявят и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое предачами Господа Бога твоего. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если жена после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро, и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имения своего он не может сыну жены любимой дать первенца перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, и ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный, непокорный, неповинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, и не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Второзаконие, глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или отцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклониться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-нибудь дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе, не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву и скажет, «Я взял с ее жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам, «Дочь мою я отдал жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее». И вот он взводит на нее порочные дела, говоря, «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей». И расстелют одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сикли серебра пени, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. А она же пусть останется его женой, и он не может развестись с ней во всю жизнь свою. Если же сказанной будет истина, и не найдется девства у от раковицы, то от раковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло и среди себя. Если найден будет кто лежащий с женой и замужнию, то должно предать смерти обоих, и мужчину, и лежавшую женщину, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти от раковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среди себя. Если же кто в поле встретится с от раковицу и обрученную, и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А от раковицы ничего не делай. На от раковицы нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя от раковицы обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей не обрученной, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то, лежавший с нею, должен дать отцу от раковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Второзаконие, глава двадцать третья. У кого раздавлены ядра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. А монетянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда шли из Египта вы, и потому что они наняли против тебя Валаама сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои веки. Не гнушайся и думеянинам, ибо он брат твой, не гнушайся и гептянинам, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет то нечист от стучившегося ему и ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело своей водой, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господина его, когда он прибежит тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас. Пусть он живет на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилища твоих, где ему понравится. Не вноси плату блудницы и сыны пса в дом Господа Бога твоего. Не по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колося руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Второзаконие, глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену. То не может первая ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного, ибо таковой берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл, кого-нибудь из братьев своих и сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вовара должно предать смерти. Итак, истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдая и исполняя весь закон, которому научат вас священники и левиты, тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вышли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет его душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди преврат на пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь сжать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Второзаконие, глава 25. Твой не был обезображен перед глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет, деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступает с человеком, который не созидает дома брата своему у Израиля. И нарекут ему имя в Израиле, дом разутого. Когда дерутся между собой мужчины и жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук, бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный ут, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большие и меньшие. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и сгладь память Амаликой из Поднебесной, не забудь. Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начаток всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. И положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же, отвечая, скажи пред Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы Господу Богу отцов наших. И услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наше и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта сам, крепостью своей великой и рукой сильной, и мышцей простертой, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом Твоим, и поклонись пред Господом Богом Твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал Тебе и дому Твоему. Ты и левитый пришелец, который будет у Тебя. Когда Ты отделишь все десятины произведения земли Твоей в третий год, в год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах Твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом Твоим. Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне. Я не приступил заповедей Твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей. Я не отделял ее в нечистоте. Я не давал из нее для мертвого. Я повиновал согласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес, и благослови народ Твой Израиле, и землю, которую Ты дал нам, так, как Ты клялся Отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог Твой завещевает Тебе исполнять все постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Господу сказал Ты ныне, что Он будет Твоим Богом, и что Ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. И Господь обещал Тебе ныне, что Ты будешь собственным Его народом, как Он говорил Тебе, если Ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит Тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что Ты будешь святым народом у Господа Бога Твоего, как Он говорил. Второзаконие, глава 27. И заповедал Моисей и старейший сынов Израилевых народу, говоря, Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне, и когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог Твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог Твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил Тебе Господь Бог Отцов Твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевалх, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога Твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом Твоим, и напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно. И сказал Моисей и священник Елевит и всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль! В день сей ты сделался народом Господа Бога Твоего. Итак, слушай глаза Господа Бога Твоего, исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедовал Моисей народу в день тот, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гатасир, Завулон, Дан и Нефалим». Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, «Проклят, кто сделает из военной или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставят его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет, «Аминь!» «Проклят, злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет, «Аминь!» «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет, «Аминь!» «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет, «Аминь!» «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет, «Аминь!» Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрой жены своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. Весь народ скажет Аминь. Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет Аминь.